Да, так за неделю накопилось огромное количество свидетельств. Одно из это, вот возвращаясь к прошлой теме проповеди моей, когда братья Иисуса всегда с собой. И я так благодарен Богу, что Он мне дал это откровение, что Он всегда со мной, и я беру Его всегда с собой, особенно в моем самом нелюбимом деле – хождение по молам. Ну, там у меня есть только одно любимое, это зайти в мол, подняться там на четвертый этаж, где Макдональдс, а потом вернуться обратно домой. А так ходить по магазинам не люблю. И вот мы в субботу поехали с Аней выбирать ей куртку. И ходили, ходили, смотрели, смотрели. Господь, ну ты же рядом, ну поведи, пожалуйста, я так устал. Я хочу в Макдональдс. Я не хотела в Пуланбир. А многие здесь знают Дельта Планет Мол, он очень запутанный. И я вообще не знаю, где там Пуланбир, и я просто иду, как меня ведет Господь, и я вижу резерв. Я говорю, Аня, идем в резерв? Она такая, ну я хочу в Пуланбир. Я говорю, тут его нет, нет, резерв, надо идти в резерв. И мы заходим в резерв, смотрим-смотрим куртки и находим просто идеальнейшую куртку. Вот есть один тип, который Айне подходит прям вообще, и она его очень любит. Есть размер все, и мы его взяли. Я такой, спасибо, боже, спасибо. Я могу теперь пойти спокойно в Макдональдс. И мы на прошлой неделе были в поездке. И январь месяц, он всегда растратный. Праздники, разъезды, дни рождения. И плюс сейчас, февраль месяц, начало месяца, тоже очень много растрат всегда в начале месяца. И мы собирались в горы, и у нас был такой ограниченный, урезанный бюджет. И вот мы после библейского курса собрались с друзьями. И уже и так было поздно, что нам много ехать. Но мы решили все-таки, ну ладно, один час погоды не сделает, остановимся, покушаем. И вот мы останавливаемся, и в этот момент мне звонят мои клиенты и говорят, мы хотим взять одну квартиру. Я говорю, ну если только в течение часа, потому что я уезжаю. И они такие, мы согласны, давайте. Ну и я быстренько все там сделал. Ну как мне казалось, быстро. И да, Бог нам сделал такой подарок, чтобы мы поехали вообще очень спокойно отдохнули. И на самом отдыхе Бог нам подарил вот с Аней день, когда мы смогли провести вдвоем. Потому что в обычной жизни у нас в неделе максимум два свободных вечера после работы. И то, как правило, это уже поздние вечера, и мы очень уставшие, зачастую просто совместно ужинаем и что-то смотрим. А все остальное время это служение, семинария. И тут нам Бог усмотрел целый день вместе. Ребята забрали на себя нашу собаку. Мы целый день катались на лыжах. Обедали в прекраснейшем месте на высоте горы, просто там на краю горы, красивый вид. И когда мы после лыж возвращались обратно в отель, просто в 10 метрах от нас были два оленя маленьких, олененка, которые даже нас не боялись. Мы спокойно открыли окна, им с ними разговаривали. И они на нас так смотрели и даже не хотели убегать. Это вот один, это даже больше, лично для меня, больший подарок, чем вот просто на лыжах покататься, что это непереодаваемые эмоции. Видеть вот таких прекрасных животных просто не в зоопарке, не по телевизору, не в интернете, а просто, да, в дикой природе в пару метрах от нас. И на этом чудеса и подарок от Бога не закончились на тот день. Потому что мы также вместе были в сауне, в хамаме, в бассейне. А потом и ужинали в прекрасном месте и просто с прекрасной кухней. Я понимаю вот тоже, когда ты действительно Бога ставишь на первое место, не ожидая ничего от Него взамен. И даже в самые сложные моменты ты не задаешься вопросом, ну я же тебе служу, что-то делаю, а просто живешь рядом и вместе с Ним, то вот в самые неожиданные моменты Бог вот делает вот такие подарки, вот такие сюрпризы. Спасибо. Слава Богу.